Всем привет! С вами Лена Лебедева, преподаватель Центра образовательных технологий ADVANCE. Досмотрев это видео до конца, вы узнаете о том, что такое Дворец Паники и как его можно использовать для запоминания информации. Существуют разные версии названия этого метода. Метод Цицерона, метод Лоций, Локи, но мне больше нравится вариант Дворец Паники. Звучит интригующе, почти как чертоги разума. История этого метода своими корнями уходит в 5-4 век до нашей эры, когда жил древнегреческий поэт Симонит. Собственно, он и считается автором данной методики. Симонит, благодаря своей памяти, смог восстановить обстановку Дворца и вспомнить, кто где в нем находился. И тем самым он облегчил процедуру идентификации останков погибших. Если для запоминания информации вы используете образы, то наверняка сталкивались с такой интересной ситуацией, когда не удается вспомнить первый образ из вашей цепочки либо парочки, и тем самым не удается восстановить всю информацию. Используя Дворец Памяти, мы можем избежать этой ситуации. Но каким образом? Наша память очень завязана на местах. Допустим, если сейчас я спрошу у вас, что вы делали сегодня утром, вы сначала вспомните, где были, а потом только сможете сказать, чем вы занимались. Дело в том, что наш мозг очень хорошо ориентируется в пространствах и с легкостью может восстановить обстановку тех помещений, где мы часто бываем. И те предметы, которые находятся в хорошо знакомых нам помещениях, мы можем с легкостью восстановить и вспомнить, какие образы мы цепляли к этим предметам. Существуют разные виды Дворца Памяти, но мы сегодня с вами коснемся только одного, который позволяет запоминать информацию, используя обстановку помещения. Есть несколько правил выбора объектов для фиксации информации. Пункт 1. Нам необходимо выбирать те объекты, которые имеют постоянное местопрописки в этом помещении. Допустим, если вы посмотрите вокруг себя, то обнаружите очень много таких предметов. Это может быть мебель, окна, батареи и все то, что редко перемещается в пространстве. Пункт 2. Мы всегда используем разные объекты. Допустим, в вашей комнате есть четыре стула, вы видите их в количестве четырех штук, ваш мозг видит один стул. Это значит, что мы можем использовать только один стул. В противном случае мы можем запутаться и не вспомнить ту информацию, которую прицепили к четырем стульям. Пункт 3. Когда мы выбираем объекты, мы движемся по часовой стрелке. Иногда это требуется для того, чтобы сохранить последовательность воспроизведения информации. Прямо сейчас, используя дворец памяти и визуализацию, мы запомним названия городов, которые изображены на купюрах российских рублей. В качестве дворца памяти мы с вами будем использовать обстановку купе. Почему купе? Потому что города, путешествия чаще всего по России, люди перемещаются на поезде. Для запоминания информации нам потребуется восемь объектов, равное количеству купюр разного номинала. Итак, что же это будут за объекты? Давайте вспомним обстановку купе. Какие предметы мы там видим? Дверь, спальное место, специальные карманы-сеточки для хранения всяких мелочей, светильник, столик, окно, лестница, позволяющая попасть на верхнюю полку, и полка для хранения багажа. Для представления образов мы с вами будем использовать как прямые ассоциации, так и ассоциации, подобранные по звучанию. Давайте возьмем первую купюру номиналом в 10 рублей, на которой изображен Красноярск. На число 10 мы с вами возьмем 10 пальцев. Красноярск, возможно, не все были в этом городе, мы возьмем слово кроссовки, потому что оно созвучно со словом Красноярск. Теперь нам необходимо прицепить эти образы к первому объекту из нашего купе. Если вы помните, это была дверь. Давайте представим, что наша дверь купе закрыта, из нее торчат 10 пальцев, и на каждый палец надеты маленькие кроссовочки. На следующей купюре номиналом в 50 рублей изображен Санкт-Петербург. На 50 мы с вами возьмем такую интересную ассоциацию, как книга либо фильм «50 оттенков серого». Если вы не знакомы с этим произведением, тогда предлагаю представлять банки с серой краской, которую мы разместим на спальное место. Сейчас представьте спальное место и заставьте его банками с серой краской, и в каждой банке у нас будет плавать мост. Следующая купюра 100 рублей, и на ней изображена Москва. На число 100 мы с вами возьмем такую интересную ассоциацию. Что такое 100? 100 – это век либо века. Помните, был такой персонаж Ви, и он просил поднять ему веки, поэтому на 100 мы будем использовать Виа. На Москву мы возьмем одну из башен московского Кремля. Теперь представьте следующую сцену. Наш Ви будет зажат в этом сетчатом кармане, и у него изо рта будет торчать башня Кремля. На купюре в 200 рублей изображен Севастополь. Какие же ассоциации мы будем использовать на эту купюру? На число 200 мы с вами возьмем граненый стакан, объем которого 200 миллилитров. На город Севастополь мы возьмем ассоциацию по звучанию. Давайте мысленно разделим это слово на части и получим Севсеверный и Тополь. Теперь представьте, что на нашем столике стоит стакан, из которого растет тополь, но только вместо пуха на ветках этого тополя находится снег. Севастополь, Северный тополь. На купюре в 500 рублей изображен Архангельск. На 500 мы возьмем какую-нибудь жестяную банку объемом пол-литра. Пол-литра, 500 миллилитров, здесь все понятно. На Архангельск мы будем использовать образ ангела, и сейчас нам необходимо этого ангела, который будет пить из нашей жестяной банки, посадить на светильник. На купюре номиналом 1000 рублей изображен Ярославль. На 1000 мы с вами будем использовать образ Шахерезада из «Тысячи одной ночи». На город Ярославль мы с вами возьмем ассоциацию по звучанию, слово «ярмарка». Теперь нам необходимо эти образы разместить на нашем окне. Давайте представим, что открытое окно выводит нас на ярмарку, в центре которой танцует Шахерезада. На купюре номиналом в 2000 рублей изображен Владивосток. На число мы с вами возьмем образ Ильи Логутенко, это солист группы Мумитроль. В его арсенале как раз есть песня, которая так и называется «Владивосток 2000». На «Владивосток» мы с вами возьмем ассоциацию по звучанию. «Владивосток» похоже на слово «влажная салфетка». Поэтому нам сейчас нужно будет нашего Илью и влажную салфетку разместить на лестнице, ведущей на второй этаж нашего купе. Итак, давайте представим эту лестницу, и в ней запутался Илья Логутенко. Он так сильно устал выбираться из этой лестницы, что вспотел, и поэтому протирает лоб влажными салфетками. Вокруг него можно представить такую гору влажных салфеток. Восьмая купюра номиналом 5000 рублей содержит изображение города Хабаровск. Давайте закодируем и эту информацию. На 5000 мы с вами возьмем слона, который стоит на весах. Дело в том, что среднестатистический слон весит примерно 5 тонн. 5 тонн, 5000 килограмм, собственно, наш номинал 5000 рублей. На Хабаровск мы возьмем образ Хоббита. Теперь осталось эти образы расположить на полке для багажа. Давайте представим, что туда поместился наш слон, который стоит на весах, и Хоббит надувает нашего слона через его хобот. Мы с вами только что запомнили восемь купюр и название городов, которые изображены на этих купюрах. Настало время повторить. Итак, давайте вспомним. Первая купюра. У нас была дверь купе, которая была закрыта, и там застряли пальцы с кроссовками. 10 рублей. Красноярск. Следующий объект. Спальное место, которое было заставлено банками с краской, и в этих банках плавали мосты. 50 рублей. Санкт-Петербург. Третий предмет. Карман из сетки. В нем сидел у нас сбей и грыз башню московского Кремля. Соответственно, 100 рублей. Москва. На столике у нас стоял стакан, и из этого стакана рос тополь. Только вместо пуха на нем, на его ветках, находился снег. Поэтому 200 рублей. Это Севастополь. Следующий объект. Светильник. На нем у нас сидел ангел и что-то пил из жестяной банки объемом пол-литра. Соответственно, 500 рублей. Архангельск. Через окно нашего купе мы попадали на ярмарку, в центре которой танец живота танцевала Шихризада. 1000 рублей. Ярославль. В лестнице у нас запутался Илья Логутенко. И он настолько вспотел, выбираясь из этой ловушки, что начал вытирать себе лоб влажными салфетками. Соответственно, 2000 рублей. Владивосток. На полке для багажа у нас разместился слон на весах. И голову этого слона через хобот надувает хоббит. 5000 рублей. Хабаровск. Таким образом, мы с вами запомнили название городов, изображенных на восьми купюрах. Если вы хотите совершенствовать данную технологию, переходите по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам было интересно и полезно, поделитесь впечатлениями в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а чтобы получать уведомления о новых видео, нажимайте на колокольчик. С вами была Лена Лебедева и Центр Адванс. До новых встреч! Песня, которая, собственно, так и называется. Владивоток. Владивоток. Владивосток. А вдруг не все слышали песню? Уходим, уходим, уходим.